На самом деле, как я оценил этот закон, я вижу это большая мини-конституция для правоохранительного, для силового блока, в том числе и для правоохранителей. То есть закрепляется статус-кво, прямо можно сказать, на века. Кто, чем руководит и что кому подчиняется. Чтобы изменить этот закон, нужно будет носить кучу изменений в другие нормативные акты, в другие законы. То есть это будет тяжело. Закрепляется разделение власти за, может быть, группами, которые будут в дальнейшем, за другими силами. Например, за МВД четко закрепляется ее силовая часть. Министр внутренних дел становится очень и очень влиятельным человеком в стране. У него что остается? Национальная полиция, национальная гвардия, ДСНС, пограничники, миграционная служба. То есть очень влиятельный, очень серьезный человек. За президентом закрепляется своя часть. Это военные, вооруженные силы, мейстер обороны, РНБО и глава СБУ. По большому счету не особо, не активно. Да, теперь будут два главнокомандующих. Верховный главнокомандующий – это президент. У него в подчинении министр обороны. А у министра обороны, который является гражданским лицом, априори уже установлено, и все его заместители гражданские, у них будет в подчинении военный человек. Это главнокомандующий вооруженными силами Украины. То есть увеличилось еще количество руководителей. То есть министерство обороны в целом становится гражданским, все руководство, а они будут руководить военными людьми. Я переживаю, очень волнуюсь, что будет непонимание внизу. Мы все знаем, что армия, военные люди – это люди со специфическим чувством юмора, специфическим опытом, специфическими знаниями. И бывает гражданскому человеку обычному тяжело понять мысли, ход мыслей, как их видит человек военный. И здесь боюсь, что будет много непониманий. Я служил последние 11 лет до увольнения именно в том подразделении, которому посчастливилось остаться в структуре, которую они не ликвидировали. Это экономическая контрразведка. По состоянию на сегодняшний день, согласно закону, у службы безопасности осталась… Чем занимается у меня специфика? Противодействие раздельно-подрывной деятельности. Это что-то крутое? Это контрразведка обычная. Это самая главная, самая основная специфика, чем должна заниматься спецслужба. Защита конституционного строя, территориальной целостности – это подразделение тоже. Оно было, оно осталось, оно ключевое. Во всех странах оно есть. Осталось подразделение, которое защищает государственную тайну, и подразделение, которое занимается непосредственно экономической контрразведкой. То есть изначально оно формировалось для того, чтобы противодействовать иностранным специальным службам, которые пытаются влиять на нашу страну не прямо, а через какие-то международные компании, международные фонды, например, пытаются там где-то купить общественное мнение, где-то проспонсировать какие-то акции. То есть этим занималась не чистая контрразведка, а именно экономическая. Там есть деньги. Там, где есть просто чистый шпион, это обычная контрразведка. Ловят там где тайник, под камнем, ну, все как классика, как в любом кино. А экономическая занималась вот такими вещами. Со временем экономическая контрразведка мутировала и превратилась в то, что есть сейчас. Деньги, деньги, деньги. Где есть деньги, там есть мы. в любой тендер залезают, повод, не повод, пытаются там чью-то сторону занять, где-то переезжать, где-то перегнуть, вызвало массу недовольства со стороны общественности. И вот в последней же правке, как мы увидели, нету спецподразделения по борьбе с коррупцией, ну, славно известного, как вы называете, главного управления по борьбе с коррупцией, оргпреступностью. Согласно закону, который последний был принят, в 2015 году, про запобегание коррупции, у нас есть 4 органа, которые занимаются коррупцией и противодействием. НАБУ, НАЗК, прокуратура, нацполиция, ну, точка, 4, больше нету, Карл, все, 4. СБУ там нету. Но последние вот эти 2 года СБУ активно занимается, мы часто видим каждый день, там, 2 раза в день отчитывают СБУ о том, что там спецподразделением задержан тот чиновник, тот коррупционер, там вымогатель, парадокс, как, ну, в законе прописано 4, а СБУ нету. Ну, занимаются они этим. Занимаются как? Рассказываем этот секрет. У прокуратуры нет следствия, у них забрали такую возможность вести следствие. Ну, вроде как, ну, как связано, никак. Так, СБУ получает информацию о том, что там какой-то чиновник, администрация вмогает взятку. Они сами не могут начать работу. Они берут сразу же, там, в ту же секунду, пишут письмо в прокуратуру о том, что так и так, нами выявлен коррупционер, информируем вас, примите меры. И быстренько сотрудник отводит это письмо в прокуратуру. Прокурор понимает, что они открыть следствие не могут, у них нет следственного подразделения. Они, хорошо, ну, раз вы нашли, тогда вы этим занимаетесь, поручаем вам заниматься этим коррупционером. И сотрудник, просто не уходя из офиса прокурора, забирает это письмо, приносит его обратно, и СБУ этим занимается, этим вопросом. Парадокс. У СБУ нет полномочий, но они занимаются, потому что им поручила прокуратура, которая сама не может этим заниматься, потому что у нее нет следствия. То есть, вы поняли, да? Полтора землекопа занимается коррупцией. И это работает сейчас и продолжает работать. В законе прописано, что в течение шести месяцев СБУ должно подготовить проект закона о своей организации, про СБУ, и подать его президенту, чтобы президент мог его внести на рассмотрение Верховной Рады Украины. Ну, видите, полтора землекопа, но это глупость какая-то. Прокуратура не может, она поручает там органу, у которого нет полномочий, и занимается. Как суд будет воспринимать? Ну, суд, по идее, должен эти все дела разбивать, потому как незаконные. То есть, все взяточники, которых, по идее, словила сотрудники спецподразделения, должны быть отпущены. Парадоксально. Он должен быть, но он должен быть разумный, грамотный. Он не должен быть популистическим, что дайте нам все, мы посмотрим все и сами решим. Вы там давите людей, душите, покажите нам все материалы, которые вы видите. Это неправильно, такого быть не должно. Но в то же время он не должен быть глупым, не должен быть веслоухим, когда им, скажем так, по ушам на уши навешали лапшу. Они, ну да, да, как скажете. По результативности, ну, надо отдать то должное, что, например, по борьбе с коррупцией, у СБУ больше наработок, ну, сколько, 26 лет этим занималась, 25. И специфику знает, и техника есть, и наработанные технологии есть, и методология есть. И люди подготовленные, они когда приходят новые, старые уходят, то есть какая-то передача опыта. И у них даже результативность последний год-два, ну, серьезно, больше, чем у НАБУ на самом деле. Но то, что она превратилась сейчас, вот, ее взяли в орбиту политических интересов, в орбиту, там, какие-то коммерческие, а давайте вот кого-то там задушим, там, в чью-то пользу. Это неправильно, такого быть не должно. Ну, раз уж так пошла политика, что давайте в спецслужбе, чтобы не было спецподразделений по борьбе с коррупцией, по аналогии с НАТО, ну, мы же идем в Европу, ну, надо соответствовать. Хорошо, убрали, только людей сохраните, сохраните технологии, не выгоняйте их на улицу. Они просто уйдут и будут заниматься тем, что они лучше всего знают. Они будут инструктировать коррупционеров, как не попасться. Так будет, ну, на самом деле, вот, если там сапожник уходит, там, с работы на фабрике, куда он пойдет, что он умеет делать? Он умеет делать сапоги, ну, пойдет, будет, там, делать обувь. Что сотрудники умеют? Они умеют ловить, могут не ловить, могут пойти научить, как не попадаться. Это ж вот, нужно беречь эти кадры. Когда вот ликвидируют это подразделение, остается большое количество специальной техники, автомобилей из зданий в центре города. Вопрос, куда уйдут эти здания, эти автомобили, по какой цене и кто их заберет? Чувствуете, там, здания все в центре города. Исторически на Липках, вот, недалеко от вас, их много, очень много. Под офисный центр уйдут на Уран. Экономическая контрразведка, я считаю, что она должна остаться, ну, в таком усеченном виде, и она должна работать там, где есть иностранное присутствие, там, где есть иностранные компании. Они не должны влезать, например, в какие-то тендера, там, где какое-то коммунальное предприятие покупает бензин, а экономическая контрразведка туда влезает, там, 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 сейчас мы посмотрим, что вы тут закупаете, или в медицину не должно влезать. Если есть иностранные компании, они должны их сопровождать, смотреть, как они, там, ведут дела свои, не финансируют ли они какие-то террористические организации, ну, в таком духе. И не в таком количестве. Оно должно быть, но не в таком количестве. Просто то, что его написано, подразумевает, что, ребят, вы останетесь, только поменяйте там себе в бланке название, там, немножко будете, там, не просто экономическая контрразведка, а именно составить департамент контрразведки. Количество людей значительно, по штату я вам не скажу, потому что считается, что это тайна, по идее. И в каждом региональном управлении, вот, сколько областей, есть отдел свой присутствует, может, несколько десятков человек быть там. Тоже у них помещение серьезное, вот, в центре города есть. И, в принципе, влияние серьезное, ну, правда, не в ту сторону, какое нужно, но, к сожалению. Сейчас вот, знаете, вот на этом посредине осталось. Если передавят, заставят по СБУ подготовить правильный законопроект, то будет все как нужно. Если не будет воли оттуда, наверху, или, не знаю, откуда, или запада не надавят, то, я думаю, останется точно так же, как есть сейчас, только, ну, другая окраска будет. Ну, другой цвет, но форма останется та же, печально, к сожалению. Ну, по идее, но оно нужно, уже время пришло, пора, пора. И по аналогии, там, даже со зданием. Вот здание стоит, его построили, со временем нужно, там, покрасить, побелить, но потом приходит время, когда, так, давайте принимаем, принимаем кардинальное решение, нужно его, там, убираем, укрепляем, потому что оно износилось. Точно так же с организацией. 25 лет нужно менять. Оно не может ехать, вот, как КГБ, оно ехало, вот, там, сколько, 90 лет, переезжало, меняло форму. Нужно что-то менять. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok